Союз женщин Самары поддержал реформу местного самоуправления. Основные ее положения, представительницы прекрасного пола, обсудили сегодня с губернатором. Встреча прошла в филармонии. Выдержки из двухчасового разговора в нашем сюжете. Власть — это прежде всего ответственность перед людьми. И вернуть в доверие граждан — одна из ключевых задач реформы местного самоуправления в Самаре. Поэтому, по словам губернатора, так важно максимальное участие горожан в предстоящем избирательном процессе. Свою власть будут люди избирать, самую близкую, как можно больше людей, чтобы пришло туда. Чтобы потом эти пришедшие могли потом участвовать в тех инициативах совместных, которые власть будет иницирована. Будь то благоустройство, или деревья посадить, или парк заложить, или там во дворе что-то там сделать, ну и так далее. Ремонт домов, квартиры и так далее, и так далее. Союз женщин Самары, с представительницами которого встречался губернатор, крупнейшая организация. 146 его участниц уже вошли в состав общественных советов города. 77 женщин выдвинули свои кандидатуры в районные советы. О проблемах своих территорий знают не понаслышке. В зале работники ТОСов, учителя, общественные активисты. Чтобы навести порядок в этой сфере, сегодня я считаю правильным, что губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин предложил кардинально пересмотреть всю систему управления городом. Я поддерживаю вашу инициативу, Николай Иванович, проведение реформы самоуправления. Я поддерживаю создание именно новой команды для управления городом, создание общественных советов в каждом микрорайоне. Мы на правильном пути. Губернатор подчеркнул, к предстоящим выборам сейчас приковано внимание всей страны. Самара пока единственный город в России, где создается принципиально новая система управления. Мы на самом деле сделали вот эту схему, которая сейчас определена, сделали ее совершенной. Совершенной, я имею в виду отработанной, хорошо отработанной. Чтобы там были люди, не те, которые постоянно поперек, а были люди конструктивные, люди способные на диалог, на компромисс в конце концов, на понимание друг друга. Если мы такой, в том числе депутатский корпус сформируем и исполнительную власть соответствующую сделаем вертикально, то я уверен, мы очень быстро будем. Быстрее, по крайней мере, чем сейчас, и чем бы было в ином варианте, и быстрее, чем другие, будем двигаться вперед. Сегодня же губернатор озвучил принципиальное решение федерального минообразования. Оно готово поддержать деньгами процесс объединения самарских вузов. Это сделано во благо будущего, во благо того, что молодежь из других районов, из других городов, областей и даже с рубежа к нам приедет. Я считаю, это 100% правильным шагом. Встреча в филармонии делась два часа. Союз женщин подготовил ряд конкретных предложений по реформе и выразил полную готовность стать участниками губернаторской команды созидания. Женские общественные организации поддерживают Николая Ивановича Меркушкина, вашу реформу местного самоуправления в Самаре и призывают всех жителей городского округа Самара принять самое активное участие в выборах 13 сентября 2015 года и помочь сформировать в городе новую команду, новую созидательную власть, работающую от имени народа и для народа. Единогласно принятое решение о поддержке реформы вошло в текст итоговой резолюции встречи. Евгений Долгих, Вячеслав Потоцкий, Новости губернии.